Всем привет, это проект Первый Видео Авторынок. Меня зовут Ян Симаков и я представляю автосалон RDM Import, город Новосибирск. Если вы подбираете для себя автомобиль, очень важным пунктом при осмотре машины является сверка ВИН-кода или номера кузова с данными в ПТС, в паспорте транспортного средства. ВИН-код, что это такое? Ну или номер кузова. ВИН-код, он применяется к автомобилям, которые с левым рулем или предназначены для европейского и американского рынка, либо номер кузова. Это применяется только для машин, которые с правым рулем и производятся только в Японии для внутреннего рынка. Но есть небольшие отличия по количеству знаков в ВИН-коде или номере кузова, но в принципе они предназначены для одного и того же. То есть ВИН-номер это уникальный идентификационный номер автомобиля, который присваивается машине заводом-изготовителем при выпуске с конвейера. По ВИН-коду или номеру кузова можно найти достаточно много интересной информации по машине. То есть с самого простого, начиная, вы можете точно узнать год выпуска вашей машины, иногда даже и месяц выпуска ее. Плюс ко всему можно узнать, какая комплектация у машины, какой, как называется правильно цвет, то есть код цвета, какая комплектация. В общем, много чего интересного вы можете узнать по ВИН-коду или номеру кузова автомобиля. Ну и в общем очень важно сверять с данными в ПТС, потому что если будут расхождения в цифрах или в буквах, то нужно уже задуматься, возможно машина юридически нечиста. Так вот, где же искать этот ВИН-номер? ВИН-номер может быть или номер кузова может быть в разных местах автомобиля. То есть первое, может быть ВИН-номер на центральной стойке автомобиля, то есть между передними и задними дверьми. Может быть ВИН-номер спрятан под ковриком у переднего пассажира. То есть поднимаете коврик, обшивку и там он будет написан, выбит прямо на кузове. Еще один вариант. Под капотом может быть прикреплена специальная табличка, на которой выбивается ВИН-номер, ну и еще какие-то данные. Таблички могут быть разных цветов, могут быть расположены в разных местах, но всегда это табличка. Либо номер кузова может выбиваться прямо на кузове, он может быть открыт, а может быть прикрыт каким-то пластиком, таким чехольчиком-задвижкой. В некоторых случаях ВИН-номер или номер машины может быть выбит на лонжеронах, если это машина с рамой, то есть это джип какой-нибудь. Еще один редкий достаточно вариант. ВИН-номер кузова может быть набит на верхней части передней правой арки автомобиля. То есть вот такие вот варианты. Также очень распространенный вариант, когда ВИН-номер автомобиля пишется под лобовым стеклом спереди-слева. Может быть просто как бы он написан, да, там на панели. Либо на лобовом стекле есть специальное окошечко, да, в который просматривается как раз таки ВИН-номер машины. Вот и все. То есть в таких местах обычно прячется ВИН-номер, который вы теперь сможете уже легко найти, да, и сверить с данными в ПТС. Вот и все. То есть все на самом деле просто. Так что обязательно сверяйте номер кузова или ВИН-код с данными, с документами автомобиля. Ну и как бы вы избежите определенных проблем. В принципе у меня по этому поводу все. Приезжайте к нам в автосалон за автомобилями. У нас их достаточно большой выбор. Подписывайтесь на наш видеоканал, называется Первый Видео Авторынок. Заходите на наш официальный сайт по продаже машин. Он называется вам1.ru. Спасибо за внимание. Всем пока.